Как помочь себе при синдроме раздраженного кишечника и от чего вообще возникает такая болезнь? Смотрите до конца, и мы обязательно во всем разберемся. При синдроме раздраженного кишечника у человека часто бывают поносы, запоры, вздутие живота, метеоризм, боль перед опорожнением кишечника. Даже если эти симптомы мучают вас только несколько раз в месяц, но периодически дают о себе знать минимум уже полгода-год, это вполне может быть синдром раздраженного кишечника. Он бывает у взрослых, у детей, у пожилых, у женщин, у мужчин. Правда, у женщин чаще синдром раздраженного кишечника ассоциирован с запорами, а у мужчин проявляется поносами. Жизнь становится действительно несладкой, когда вся ваша деятельность и все ваши занятия подчиняются непредсказуемости вашего кишечника. Примерно 15% населения Земли страдают синдромом раздраженного кишечника. Однако, далеко не все идут к врачу, чтобы диагностировать его. Ведь диарея несколько раз в месяц или запор раза 3-4 в месяц. Для большинства еще не повод идти к специалисту и проверять свое здоровье. Предполагается, что синдром раздраженного кишечника это не одна болезнь, скорее всего, а несколько разных болезней, которые проявляются общими симптомами. Поэтому он и называется синдром, а не болезнь. Возможно, лет через 10 синдром раздраженного кишечника окажется устаревшим диагнозом, когда мы будем точно знать, какие болезни стоят за этими симптомами. Проблема в том, что конкретная причина развития синдрома раздраженного кишечника пока не ясна. Однако, есть три вероятных фактора, которые могут провоцировать начало этого заболевания. Но прежде чем я о них расскажу, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие полезные видео о вашем теле и вашем здоровье. Первый фактор – это кишечная инфекция. Это может быть кишечный грипп, отравление несвежими продуктами, диарея путешественника, любое кишечное инфекционное расстройство. Более того, часто терапия антибиотиками, особенно длительное лечение антибиотиками. Если у вас была кишечная инфекция, и вы ее еще лечили антибиотиками, то вероятность развития СРК после этого существенно возрастает. Второй фактор – это стресс. При сильном и хроническом стрессе кишечник очень активно реагирует на этот стресс, перестает нормально перевариваться и всасываться пища. Из-за этого это приводит к нежелательным последствиям, таким как диарея или запор. И третий фактор – синдром раздраженного кишечника, провоцируемый едой. То есть, в этом случае у вас возникает реакция именно на какую-то пищу. При этом это может быть как пищевая непереносимость, так и чрезмерная чувствительность кишечника к каким-то конкретным компонентам пищи. Даже если раньше у вас не было чувствительности на те или иные продукты, это не означает, что так будет всегда. Возможно, еще вчера вы могли гвозди переваривать, а сегодня уже нет. От молочки или от хлеба у вас начинается буря в животе. Наш организм меняется, наш метаболизм меняется, подстраиваясь под продукты, которые вы едите, лекарства, которые вы принимаете, и различные заболевания, которыми вы страдаете. С одной стороны, такая изменчивость – это основа нашего выживания. С другой стороны, к сожалению, иногда из-за нее приходится страдать. Часто под синдром раздраженного кишечника маскируются другие заболевания. Например, пищевая непереносимость – лактозы, сахаров или глютена. О ней мы говорили в видео про непереносимость. Также это может быть малиабсорбция желчных кислот, различные воспалительные заболевания кишечника, например, колитый язвенный микроскопический, болезнь крона. Это может быть синдром избыточного бактериального роста, рак яичников, гинекологические проблемы, различные воспалительные процессы в матке, а также болезни щитовидной железы. На самом деле, чтобы поставить диагноз синдром раздраженного кишечника, все эти пункты нужно отсечь с помощью анализов. В первую очередь, при таком анализе нужно удостовериться, что вы действительно страдаете именно этой болезнью. Потому что если врач, не сделав толком никаких анализов, ставит вам диагноз синдром раздраженного кишечника, то вполне возможно, что у вас не это заболевание. И в итоге вы лечитесь не от того и просто тратите время, в то время как реальное заболевание прогрессирует. В этом случае всегда лучше дополнительно сдать анализы, либо показаться другому специалисту. Так как непонятно, чем конкретно вызывается болезнь, лечат не саму болезнь, а ее симптомы. От спазмов и боли в животе обычно прописывают спазмолитики, от диареи – противодиарейные средства, от запоров – слабительные и так далее. Однако, используя симптоматические средства, вы просто затыкаете дыру в тонущем корабле, но не чините сам корабль. При синдроме раздраженного кишечника обычно не бывает повышения температуры, не бывает крови в стуле, болей по ночам. Человек не теряет неожиданный и быстрый вес. Болезнь развивается постепенно, довольно длительное время, а боли в животе чаще всего связаны либо с приемами пищи, либо с походами в туалет. И зачастую она облегчается после опорожнения кишечника. Иногда при этом синдроме в калии может присутствовать слизь. Из-за чего же на человека обрушиваются все эти беды? Вот мы считаем, что всем нашим телом управляет мозг. И это действительно так. Но существуют обратные связи. Итак, между кишечником и мозгом существует обратная связь. Ось, кишечник, мозг. То есть не только мозг управляет нашим пищеварительным трактом, но и пищеварительный тракт действует на мозг. Осуществляется это сложными достаточно механизмами. Все они еще не раскрыты. И в основном за счет того, что наша микрофлора кишечника способна выделять те же вещества, которые выделяет мозг. Например, серотонин, гормон радости. Дофамин, гормон удовольствия, мотивации. Триптофан, это аминокислота, которая, по сути, провоцирует образование этих гормонов. Очень многие из этих веществ действуют и на мозг тоже. И от нашего кишечника с кровью в итоге попадают в мозг. Существует исследование, связывающее нарушение в микрофлоре кишечника, в работе кишечника, с различными психическими состояниями. В том числе неврозами, депрессией, аутизмом и даже шизофренией. В случае с тревогой, депрессией, неврозами получается замкнутый круг. Вы очень сильно нервничаете из-за чего-то, тревожитесь. У вас возникает на нервной почве синдром раздраженного кишечника. В итоге вы еще больше тревожитесь еще из-за свое здоровье. Начинаете нервничать во время приема пищи или похода в туалет. Старайтесь избегать этих действий, то есть либо вы перестаете есть, либо вы стараетесь как можно реже ходить в туалет, скорее всего, это приведет к запорам. И в итоге тревога еще больше нарастает. То есть это замкнутый круг, который только усиливает все симптомы. Поэтому при синдроме раздраженного кишечника первое, что нужно сделать, это успокоиться. Всякие редкие болезни, страшные метровые паразиты, онкология и так далее, это все-таки довольно редкие случаи. Они встречаются реже, чем синдром раздраженного кишечника, или непереносимость пищевая, или элементарное несварение. Второе и очень важное, это не избегать еды. Нерегулярный прием пищи в принципе может спровоцировать синдром раздраженного кишечника. А еще это очень вредно для печени и желчного пузыря. И они в отдельности тоже могут устроить вам невеселую жизнь с диареей, запорами, вздутием и метеоризмом. Голодовка это всегда плохой вариант. Нет ни одного исследования, которое бы доказывало, что голодание помогает человеку излечиться от заболеваний. Третье это пройти обследование, чтобы уже точно выяснить, что с вами происходит, и не мучиться страшными подозрениями на свой счет. Если вам поставили такие диагноз именно синдром раздраженного кишечника, то скорее всего вам назначат симптоматическое лечение. Кроме прочего, из-за необычного иногда назначают антидепрессанты. Как я уже сказала, кишечная микрофлора умеет выделять те же вещества, которые выделяют мозг. И соответственно средства от депрессии, которые влияют на метаболизм этих веществ, на их обмен, они могут повлиять и на эти вещества в кишечнике. Не давая им слишком быстро разрушиться и тем самым делая их действие более длительным. В особенности такие антидепрессанты действуют на серотонин и дофамин. Единственная разница, что обычно при синдроме раздраженного кишечника назначают меньшие дозы, чем для лечения депрессии. Потому что все-таки до кишечника веществу легче добраться, чем до мозга. Всемирная организация гастроэнтерологов в первую очередь советует изменить образ жизни и диету. Такой подход работает намного лучше и действует дольше, чем таблетки, которые сами могут еще вызывать побочные эффекты и провоцировать дополнительные симптомы. Итак, в плане питания при синдроме раздраженного кишечника нужна диета. И не какая-нибудь, а FODMAP-диета. Точнее диета с низким содержанием этих самых FODMAP. FODMAP это ферментированные олигоя, ди и моносахариды, а также полиолы. Звучит сложно, но я сейчас все объясню. Дело в том, что в разных продуктах есть достаточно крупные углеводы. Это могут быть простые сахара, типа глюкоза или фруктоза. Это могут быть дисахариды, например, сахароза. И могут быть совсем длинные молекулы, такие как целлюлоза. Эти вещества часто служат едой для нашей микрофлоры. Однако, если еды для микрофлоры слишком много, то она идет в рост. В итоге количество бактерий резко увеличивается. Это может, во-первых, вызывать скопление газов в кишечнике, потому что бактерии продуцируют газы, такие как метан и водород. Кроме этого, большое количество этих неперевариваемых нами, но перевариваемых бактериями веществ вызывает раздражение кишечника. И таким образом вы получаете синдром раздраженного кишечника. В FODMAP входят такие вещества, как олигофруктоза, инулин, многие растительные пребиотики, а также сахароза, фруктоза и различные заменители сахара, такие как сорбитол, монитол, ксилитол, ритритол. Эти вещества, как я уже сказала, плохо перевариваются кишечником, но идут на корм нашей микрофлоре. Рекомендуется держать такую диету от 2 до 4 недель, потому что слишком длительное поддержание подобной диеты оставит совсем без еды вашу микрофлору и может плохо на нее повлиять. А также приводит к тому, что вы хуже всасываете витамины, потому что отчасти с этим помогают нам тоже микрофлоры, и можете страдать от недостатка витаминов и минералов. Поэтому не больше месяца можно поддерживать такую диету. С другой стороны, не исключено, что после 2 недель или месяца поддержания такой диеты у вас пройдут симптомы раздраженного кишечника, потому что просто кишечник вернется из состояния такой гиперактивности в свое нормальное обычное состояние. Для поддержания такой диеты нужно сократить следующие продукты. Это в первую очередь чеснок, лук, цветная капуста, артишоки, грибы, а также фрукты с высоким содержанием этих веществ. Это яблоки, финики, манго, груши, ананасы и арбузы. Также не надо увлекаться со специями и употреблением больших количеств продуктов на основе пшеницы. При этом это не значит, что вам нужно отказаться абсолютно от всех фруктов и овощей. Вот список фруктов и овощей, которые при этой диете разрешены. Не забывайте, что максимум диету можно держать месяц, не больше. Вторая вещь, на которую нужно влиять, это ваши взаимоотношения с едой. Когда вы питаетесь нерегулярно, у вас очень большие промежутки между приемами пищи. Вы то не едите ничего, то объедаетесь. А в итоге вся пищеварительная система, по сути, вся ее работа расстраивается, потому что это слаженный механизм, и ему нужно знать, когда будет поступать пища. В этом случае неудивительно, что печень, поджелудочная железа, желчный пузырь и кишечник работают рассинхронно. И в итоге вы получаете периодически либо диарею, либо запоры. Чем регулярнее у вас будет питание, тем лучше у вас будут работать пищеварительные органы. Нужно создать себе ритуал питания. Конкретное, желательно спокойное место, где вы будете есть. Конкретное время, когда вы кушаете. Допустим, ваши любимые тарелки, салфеточки, хоть что-то. Кажется, что это ерунда какая-то, а не лечение, но это не так. Мы с вами все работаем на условных рефлексах. Да-да, тех самых, которые открыл Павлов. И если там была собака, перед которой зажигали лампочку, потом давали еду, у нее выделялась слюна, а потом просто зажигали лампочку без еды, у нее тоже выделялась слюна, то на человеке это все работает точно так же. Создайте себе лампочку, которая будет готовить весь ваш пищеварительный тракт к приему пищи. Это намного улучшит состояние вашего пищеварения. Не важно, что это будет, то, что вы достали вашу конкретно любимую ложку, то, что вы положили вашу салфеточку или вы сели на какой-то стул. Главное, чтобы этот стимул, эта ваша лампочка, повторялась каждый раз перед тем, как вы начинаете есть. Да, мы не собаки, и поэтому мы можем использовать чудо условных рефлексов в своих целях. Используйте. Также это может быть музыка, обстановка. Главное, чтобы стимул повторялся один и тот же каждый раз. Третья вещь – это физическая активность. Многие исследования доказывают, что при синдроме раздраженного кишечника и многих других пищеварительных заболеваниях увеличение физической активности ведет к улучшению симптомов. То есть вы реже страдаете вздутием от живота, запорами или поносами. 15 минут в день. Зарядка или прогулка. Не любите гулять? Занимайтесь дома. Пожалуйста. У вас есть это время. Зато вы потратите 15 минут в день всего лишь. И не будете тратить большое количество времени на ваше плохое самочувствие и денег дополнительных на лекарства. Главное – регулярность. Главное делать это каждый день. Вы удивитесь, насколько вы быстро к этому привыкнете. Вы же привыкли, что каждый день чистите зубы, например. Это точно такая же привычка и занимает у вас очень мало времени в реальности. Четвертое – это учиться справляться со стрессом. Я вам не скажу не беспокоиться или не волноваться, потому что это бесполезно. Мы живем в таком мире, когда постоянно на нас сыпется со всех сторон стресс. Наша с вами задача – не научиться их абсолютно игнорировать или успокаиваться, не реагировать, а учиться адаптироваться к ним достаточно быстро, без вреда для нашего организма. О техниках борьбы со стрессом, которые действительно работают, мы обязательно поговорим в следующих видео. Убедитесь, что вы подписаны. Синдром раздраженного кишечника – это глаз выпиющего в пустыне пищеварения. Сделай что-нибудь, хозяин, я больше так не могу, пожалуйста. Если вы прислушаетесь к своему организму, дадите ему немного физической нагрузки, попробуйте диету, о которой я говорила, и научитесь бороться со стрессом, и вполне вероятно, что это избавит вас от синдрома раздраженного кишечника. Очень важно работать вместе с медикаментами, с вашим доктором, вместе в команде, чтобы вы были активной частью этой команды, потому что вы понимаете, что это в ваших интересах. Вы понимаете то, что вам это нужно, и вы понимаете, как работает ваше тело. Знайте себя, любите себя. До следующих видео. Вы можете поддержать работу канала любой суммой, перейдя по ссылкам в описании к этому видео. Также на главной странице канала есть кнопочка «Поддержать канал». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!